Полетит самолет, застрочит пулемет, загрохочут железные танки. Зинаиде Александровне было всего 22 года, когда в далеком 44-м юной девушкой она отправилась на фронт. На белорусской границе помогала выносить с поля боя раненых солдат. За это была награждена медалью. Кроме того, 7 долгих месяцев подавала зенитчикам боеприпасы. В ящиках по 8 снарядов в деревянной ящике. И они были свалены между снарядами-то, опилками и заколочены. И вот к ним приделаны ремни. Моя была обязанность к этому ящику спиной сесть, ремнями в двух местах затянуть их, перевернуться на пузо, на спине этот ящик держать и ползти до пушки. Война унесла жизни мужа Зинаиды Даниловой и двух братьев – старшего Николая и младшего Михаила. В 45-м вернулась в Иваново, работала в столовой. Послевоенная жизнь была непростой. Ютились то в бараках, то в землянках. Первую квартиру получила только в начале 50-х. Сейчас Зинаида Александровна живет в доме престарелых «Лесное». Родственники навещают регулярно. Каждую субботу ездят, субботу, воскресенье. Или внуки, правнуки. То есть внуки, правнуки-то работают на двух, на трех местах. Вот. Ничего пока, слава Богу. Еще один ветеран в лесном – Юрий Константинович. На фронт ушел, еще будучи несовершеннолетним, в 17. День Победы помнит хорошо. Все полили из орудий и обнимались. А местные женщины угощали освободителей горилкой. После войны работал на Ивановской фабрике мастером печатного цеха. Теперь иногда выступает перед молодым поколением. В августе месяце в прошлом году две школы приглашали выступать на митинге. И я обладаю, как визочком, могу громко выступать. Я выступал перед 15-й школой и 12-й на другой день школой. На митингах, посвященных учебному году. Юрию Константиновичу и Зинаиде Александровне уже за 90. Здоровье подводят, ноги почти не ходят. Впрочем, это не мешает им не стареть душой и петь фронтовые песни. Через них они хотят донести до молодежи, что война – это страшно. Что наша обязанность – хранить мирное небо, которое они подарили 73 года назад. Люди мира на минуту встаньте, слушайте, слушайте. Гудит со всех сторон, это раздается в Ухенвальде. Колокольный звон, колокольный звон. Звон плывет, плывет над всей землею и гудит взволнованно эфир. Люди мира будьте зорчих трое, берегите мир, берегите мир, берегите, берегите мир. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.